Человек – существо очень изобретательное, особенно, когда дело касается удовольствий. Изобретать значит придумывать новые вещи, приборы, способы, методы. Кто и когда первым придумал доставать икру из рыбы, точно неизвестно. Но известно, что чёрную икру уважали ещё древние греки и древние римляне. Чёрная икра – икра осетровых рыб, самая дорогая икра. Осетры жили ещё тогда, когда не было динозавров. Они появились примерно 170 миллионов лет назад. Существует много видов осетровых рыб. 19, говорят. Водятся они и в Евразии, и в Северной Америке, но 90% мирового запаса осетров в Каспийском море. Водятся – это значит, они там есть, они там живут. Раньше основными экспортерами чёрной икры были страны Каспийского моря. Ну, конечно, 90% мирового запаса осетров в Каспийском море. Сейчас основной экспортер Китай. За последние 20 лет популяция осетровых в Каспийском море сократилась, то есть стала меньше, в 50 раз. С 2012 года в России лов осетровых в дикой природе запрещён. Можно сказать, ловля осетровых запрещена. То есть ловить осетровых нельзя по закону. Что это значит? А это значит, что легальная чёрная икра может быть добыта, получена только на осетровых фермах, где осетров разводят искусственно. Традиционный способ получения икры – это когда самок осетровых убивают и достают икру. Но на осетровых фермах рыб не убивают, а даят, как корову. Около Астрахани, например, несколько осетровых ферм, где разводят разные виды осетров. Получение икры – процесс долгий. Сначала рыбу нужно растить несколько лет. То есть она должна расти несколько лет. До 7-8 лет или даже дольше. Растить её нужно в воде определённого состава и температуры. А после доения рыба должна ещё и отдохнуть год или два. Осетровые фермы обычно проводят экскурсии для туристов, где рассказывают о процессе получения икры, о том, как они получают икру. Вот в таких бассейнах выращивают мальков из икринок. В этих садках растут рыбы. А здесь даят рыбу, чтобы взять икру. Осетровые фермеры говорят, что это очень гуманно, что это очень гуманный способ получения икры, потому что рыба не гибнет, не умирает. До сих пор большая часть чёрной икры – это результат деятельности браконьеров. Браконьеры – это те, кто охотятся или ловят рыбу тогда, когда нельзя, или там, где нельзя, или ловят рыбу, которую ловить нельзя, охотятся на животных, на которых охотиться нельзя. Если вам продают чёрную икру и говорят, что это икра осетров, которые жили в дикой природе, знайте, это икра браконьерская. Это рыба с 2012 года рождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова